и снова здравствуйте всем привет и так давайте теперь разберемся шимпанзе с поворотами так я сейчас его поставлю приблизительно в какую-нибудь аборигенскую позу значит R сюда и теперь вот так тройка на нампаде G он типа приземлился R чуть-чуть его вперед и позвоночник само собой значит наклоняем голова голова чуть-чуть выравнивается так теперь тройка на нампаде R включится вперед лапа G идет вперед R перекручивается здесь тоже самое чуть-чуть я побольше сделаю заворот предплечья тройка на нампаде G поставлю вот такую его позу колени так 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 значит что тройка на нампаде единица и получается вот эти лапы должны G быть подальше они же ну как он он же приземлился да и вот такая у него будет стоять поза так G чуть-чуть он в наклоне и G лапы чуть-чуть на расслабухи так пальцы я пока не буду делать ну сгибать их как-то пока разбираемся с поворотом значит так простой поворот будем делать так что он должен сделать короче это значит A и прописка 10 кадр теперь выбираем TAS 7 R делаем перекрутку и вот на эту лапу вот сюда так эта лапа семерка на нампаде делает R перекрут с единицей на нампаде R задирается это лапа это лапа так тут еще что эту штуку надо перекрутить R чуть-чуть и значит голову R в эту сторону нормально теперь единица на нампаде чуть перекручиваем G лапа уходит вперед а эта лапа чуть-чуть как бы подгибается а и прописка на двадцатом кадре значит так G он становится он становится лапа уходит вниз ключица R расслабляется эта ключица тоже расслабляется R лапа G на эту ногу а эта нога семерка на нампаде R перекручивается в эту сторону вот в эту вот в эту и значит он уходит G на упор на эту ногу ну как то так да ну да а эта лапа тогда уходит назад и тело 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 значит больше перекручивается вот так а не вот это значит лапа G чуть-чуть он выравнивается вот так вот ну так вот так а и прописка а и вот эта лапа значит R опускается на этом кадре а и прописка вот вот простой такой поворот так можно еще дополнительно как бы вывести его на стойку ну я думаю она не нужна будет это уже пойдет здесь допустим анимация бега или каких-то других нужно теперь вот эту всю стойку вот эти два кадра развернуть в другую сторону и вот вопрос как это сделать от зеркалей возможно не получится да значит придется переписывать ну давайте попробуем значит я сначала все это сохраню в файл save as сохраню как шимпанзе лево-право пойдет так это я еще на английском после работы подтупляющим лево-право поворот сохранить но теперь можно с ним экспериментировать так вот расслабуха идет все нормально можно еще добавить потом движухи там головы еще как там плеч ну плечи вроде вот работает все движется теперь он должен вот с этого кадра значит теперь 20 теперь с 20 кадра он должен перейти на 9 и потом перейти опять на 1 с fd пробуем сначала все это дело от зеркалей так попробуем вот так два кадра поменять местами g и вот эти два кадра это over current и g попробовать развернуть тогда получается раз ну просто дергание получается потому что вот он развернул чисто в эту сторону ладно ладно не суть вопроса это значит делит так вот это у нас должен быть первый кадр с fd 50 так на этом кадре это значит 21 с fd копируем на 30 а он нам не нужен он нам не нужен нам нужен только один shift d 10 тогда 50 переходит на 40 правильно но если у нас есть этот кадр у нас должно быть два десятых только вот этот 10 должен развернуться теперь другую сторону вот и все значит так семерка на нампаде чтобы меньше было движух ногу перекручиваем а эту ногу семерка на нампаде перекручиваем в эту сторону единица на нампаде эту ногу задираем и теперь семерка на нампаде r перекручиваем нашего персонажа уводим его упор на эту ногу разворачиваем ему семерка на нампаде значит шею голову в эту сторону так и вот эту руку лапу уводим сюда а эту лапу g семерка на нампаде r будет конечно различаться вот эти все анимации но два поворота в принципе будут разные так теперь тройка на нампаде эту ногу мы должны опустить так вот и получается а и прописка так тогда нет все таки понадобится двадцатый мы сделали g и двадцатый нам понадобится shift d g переключаемся на двадцатый и вот эту вот стуку нужно переписать значит семерка на нампаде r нога уходит в эту сторону так а это семерка r нога уходит в эту сторону таз семерка на нампаде r перекручивается лапа уходит сюда g эта лапа уходит наперед r это чуть вперед так упор g идет на эту ногу и перекручивается у нас голова семерка на нампаде r значит r кисть делает перекрутку g можно еще как бы расслабить на эту вот так вот повернуть и потом еще загнуть пальцы будет все смотреться нормально пишем а и получается у нас два разворота а ну-ка если поставим 51 кадр это поворот 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 так здесь тоже должен переход быть в принципе у нас вот этого кадра свободного не должно быть или он должен посередине быть если если он поворот поворот влево а ну-ка давайте проэкспериментируем значит так 30 30 g отводим на 40 1 на 30 60 нам пока не надо и g ставим вот в такую позицию 1 свободная поза 2 так вот здесь перебор с загибом ноги значит 40 41 кадр у меня показался значит r чуть-чуть его выведем а и прописка ставим 41 давайте 40 кадров так это значит чуть-чуть подправим g и получается что у нас получается вот такие повороты о вот теперь верю вот этот кадр нафиг не нужен вот теперь можно на 20 делать какую-то задержку или от 20 допустим еще какие-то дописать моменты раз вот нормальный поворот только подождите что тут получается ну правильно напряг на эту ногу только здесь теперь можно еще допрописать на 35 допустим r наклон вот так и семерка на нампаде значит r чуть-чуть выравнивание и голову так голову чуть-чуть еще вывести вывести и вот этот позвоночник значит l подсогнуть и g чуть-чуть а подсадить вот так и упор вести на эту ногу а и и получается что мы имеем вот такую движуху еще он тут создает более живой становится тогда получается на каком на 15 да да на 15 мы делаем похожую ситуацию уводим назад так чуть-чуть r еще больше нагинаем можно даже чуть-чуть назад откинуть ну чтоб разная была анимация и немножко значит голову чуть-чуть приподнять можно еще чуть-чуть тут руку двигать это тоже чуть-чуть вперед а и ну и получается получается ага в эту сторону пошел поворот это одна будет анимация а в эту сторону пошел другой в эту сторону в эту сторону в эту сторону а тут уже будет прописка вот здесь значит пропишется а и ну и тут кадр а потом когда больше кадров вот этих пропишется будет это все дело помягче повторюсь ну а тут уже можно будет поделить выбираем вот эти кадры это будет поворот допустим влево потом переносим вот этот кадр вперед допустим на первый это будет двадцатый уже теперь кадр чуть-чуть все это дело переносим это будет поворот направо так ну здесь слишком много я наверно перебора сделал значит чуть-чуть поменьше значит G и можно включиться чуть-чуть приподнять здесь пальцами там пошевелить еще можно будет так можно вот сюда лапу подвести вот сюда а эту можно допустим к ноге еще опустить а и получается то же самое вот сюда можно перенести на сороковой ну в принципе тут нормально он движется единственное это болтыханка с рукой вот эту кисть выбираем и значит вот эту покадровку сорокую шифт копируем анимацию кисти и теперь меняем ее на сороковой так как поменяем перекрутка и сюда а и вот тогда она вот мягче становится все нормально также тут можно добавить прыг каких-то моментов моментов так а что у нас получается вот с этой позой это все уходит на сороковом кадре назад я думаю что баланса нету ну вот такой вот эксперимент значит поворот поворот направо на все 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 и все и и так давайте наверно вот эту штуку потом как он держит вдоль вот так вдоль ноги и пустим таким вот образом и все смотрим матерь при тренделе на посмотреть насколько все это дело быстро будет если что тогда ну быстро не должно быть 40 кадров это получает быстровато да надо тогда будет хотя бы до 60 а ну-ка с до 65 сделать 65 беготня морганиями какие-то чуть замедлить это уже будет нормально ну еще пасть если надо будет это анимация пасти еще будет где он рик делает все нормально ну такой вот еще эксперимент все всем пока до свидания